Мы сейчас создали общественный комитет по расселению мегаполисов, такую общественную организацию. Не стали регистрировать его в Минюсте по законам общественных организаций, можем действовать без регистрации. При его ЛДП создали, при Обществе любителей древней письменности. И принимаем заявки на получение земли в разных регионах. И те люди, которые проходят собеседование у нас, или по скайпу, или при личном приезде, мы ходатайствуем за них конкретно, перед губернаторами тех областей, о которых идет речь. И вот сейчас Королев, Липецкая область, первый выделил уже 1200 гектаров земли для переселенцев из расчета по 40 гектаров на семью. Причем земли шикарные, все лучшие земли Липецкой области. Так что вы тоже можете написать заявки на моем сайте, там есть блок такой, общественный комитет. У вас вилличка при себе там есть? У меня визиточка? Пример. А? Нет, ну сайт какой-то. Стерлигов.ру. Стерлигов.фф.ру. Стерлигов занят был, я уже Стерлигов.ф.ф. И туда можно направить заявку. И у нас есть такой Павел, очень хороший человек, Новиков. Он возглавляет управление в расчетении этого, переселенцев в городок по России. Он проведет с вами собеседование или кто-то из его девчонок и отправит в ходатайство. А мы когда отправляем в ходатайство, там пишутся все ваши координаты и с вами уже связываются из администрации. Кто на кого распишет? Губернатор, на кого расписывают это дело, связываются. А если не расписываются и забивают, тогда надо нам сообщать, что с вами никто не связывается. Тогда мы по договоренности с Владимиром Вольфовичем, Жилиновским идем к нему и говорим, что вот эта сволочь губернатора не дает людям земли. И тогда он звонит и в свойственном непринужденном моменте разговаривает губернатору по президентской организации. А? В Самарской области выделяли землю через вашу организацию? Нет, мы только начали. Вот сейчас первую выделяю. Скажите, как они выделяют ее? В какой вид собственности? Это не собственность, это аренда на 49 лет. Право выкупали? Да, право. Другой вопрос. Это самая лучшая форма для создания крестьянского хозяйства. То есть платить надо очень мало. Я вот за 27 гектаров в дорогучем Истринском районе в год плачу 600 рублей. А в облачении землю? Серхоз. Да.